И сегодня наш выпуск посвящен музыкальному сказочнику Николаю Андреевичу Римскому Корсакову. Сегодня в здании бывшей городской думы расположена музыкальная школа имени Николая Андреевича Римского Корсакова. Одна из самых старейших и самых крупных школ Петербурга. Наша школа была единственной, которая проработала всю войну и всю блокаду. Попасть к нему в класс было невероятно сложно. Весть о известном педагоге, композиторе проникла во все уголки Российской империи. Поэтому сюда, в Петербургскую консерваторию, съезжались лучшие силы. Николай Андреевич Римский Корсаков был назначен помощником управляющего предборной певческой капеллы в феврале 1883 года и проработал в этой должности в течение 11 лет. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В тишине кабинета он создавал свои оперы, романсы, симфонические и другие произведения. В кабинете нет рояля, ведь Николай Андреевич мог работать без инструмента при сочинении музыки. Благодаря исключительному внутреннему слуху он выработал привычку сочинять за письменным столом. Римский Корсаков оставил нам богатое музыкальное наследие, которое вдохновляет и дарит незабываемые эмоции. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА